Продолжение следует... Каким был 2015-й для строительной отрасли Крыма? 2015-й был плановым годом становления строительной отрасли. Строительство такой момент, который, в общем-то, фундаментально, да, мы привыкли называть вещи иногда так вот, фундаментально начинается, фундаментально ведется, фундаментально заканчивается. Вот строительство в данном случае для нас и стало таким вот, 2015 год для нас стал таким фундаментом тех основных идей, которые мы и должны развивать в последующие годы. Мы вошли в жилищные программы Российской Федерации. Мы уже в этих студиях говорили о том, что и как они у нас реализовывались. Я могу констатировать, что успешно вошли в эти программы. Одна из них – жилье для ветеранов Отечественной войны. Мы тоже говорили об этой программе. Хочу отметить, что весь республиканский список, а это 107 ветеранов Отечественной войны, получили компенсацию, получили субсидию для удовлетворения своих жилищных потребностей. Более того, 75 из этих ветеранов уже проживают в настоящее время в квартирах. Я считаю это неплохим результатом. Работа велась и с молодыми семьями. 32 молодые семьи получили жилье. Работа велась и с ипотечными кредитами в этом направлении. И был создан специальный фонд, который является представителем агентства по ипотечному развитию Российской Федерации, который выдает кредиты. И благодаря тому, что мы нашли ресурсы, порядка 60 миллионов рублей было направлено на содержание и развитие этого фонда. 52 миллиона были успешно, скажем так, реализованы в виде кредитов, выданных кредитов. И 54 человека, 54 семьи воспользовались льготным кредитованием, которое сегодня возможно и доступно на территории Республики Крым. Можно продолжать этот список фундаментальных свершений, которые у нас произошли. Это те новшества, инновации, которые произошли в Республике. Но, кроме этого, продолжалась системная работа отрасли, несмотря на сложные экономические моменты в части отключения электроэнергии. Служба капитального строительства, это, скажем так, государственный заказчик по реализации строительных программ, я считаю, успешно отработала этот год. И 35 объектов были введены в эксплуатацию. Сергей Борисович, я даже не строитель, понимая, что фундамент это основа основ в любой отрасли, не только в строительной. Но по порядку обо всем оговоренном вами, вот, к примеру, энергодефицит, все мы знаем, что он существенно повлиял на абсолютно все сферы жизнеобеспечения полуострова. Наверное, в том числе и строительную. Мы знаем, что в режиме ЧАЭС запретили проводить какие-либо работы на крымских стройках. Насколько это болезненно сказалось на застройщиках, объектах и клиентах? Если говорить за специфику строительных процессов, то всегда приходится отчет за год, в конце года. Ну, это естественно. Помесячная издача актов выполненных работ, в итоге все это сводится к итоговому годовому отчету, когда можно зафиксировать годовой факт производства работ на объекте. Ну, вот так сложилось, что в ноябре и в декабре месяце, так сложилось, что, конечно же, это повлияло на работу. Это повлияло на работу непосредственно на строительных объектах, это повлияло на работу, скажем так, административного аппарата, который тоже был лишен возможности элементарно на компьютерах набирать эти формы, выполнять эти работы. Но в кратчайшие сроки, благодаря усилиям штаба, благодаря личным усилиям главы Республики Крым, потому что те, кто были свидетелями всех этих событий, непосредственно участие главы, наверное, позволило, вот непосредственно его личное участие и позволило в кратчайшие сроки преодолеть эти сложности. Поэтому я с удовлетворением хочу отметить, что да, конечно, у нас были сложности, сложности, которых мы не испытывали до сих пор. Нам пришлось искать пути, нам пришлось обеспечивать объекты генерирующими установками, приобретать специальные краны для того, чтобы не сорвать реализацию жилищных программ, потому что сроки у нас стоят очень жесткие, мы обязаны это сделать. И очень сложно объяснить людям, которые ждут, многие годы ждут результата, ну вот об этих причинах. Мы не хотели делать себе вот такую вот скидку, мы хотели получить результат. Поэтому я хочу с удовлетворением отметить, что решающего негативного последствия на работу, конечную работу, благодаря слаженным действиям всей команды, это не произвело. Все мы следили за мировой политикой, и, наверное, ни для кого не секрет, что за последнее время существенно испортились отношения Российской Федерации с Турцией. В принципе, это может сказаться и на строительной отрасли, наверное, в том числе и Крыма, а так России в целом тем более. Ведь многие турецкие компании активно работали именно на территории Российской Федерации. Вот коснется ли это Крыма? Я думаю, что это в первую очередь коснется турецких компаний, которые потеряли рынок сбыта, которые потеряли возможность зарабатывать здесь довольно интересные средства, довольно интересные деньги, потому что Крым интересен всем. Мы понимаем, насколько он перспективен, мы понимаем, насколько он интересен, поэтому это понимают все. Мы ущерба от ухода турецких компаний на себе не ощутили. На самом деле их процент здесь был крайне мал, если говорить за реальный сектор. Да, у нас было значительное количество материалов, изделий и конструкций, но на сегодняшний день российские материалы, белорусские материалы, они ничем не хуже. И сегодня, когда у нас на первом этапе, конечно, когда была налаженная система, в том числе и логистики, сбыта, налаженные системы, точки, не просто было это сразу переломиться, но на сегодняшний день, когда мы перешли этот этап, я уже с улыбкой на это смотрю и с удовлетворением на это смотрю, потому что строительные материалы, изделия и конструкции, как я уже сказал, не хуже, а лучше турецких аналогов. То есть нет хода без добра, не только курорты свои, наш статус крымских курортов поднимем, но в том числе и строительные отрасли более активно, именно крымские компании будут участвовать, это плюс. Сергей Борисович, в начале программы Вы говорили о том, что в 2015 активно действовали программы «Жилье ветеранам», «Жилье для российской семьи», сказали, что они продолжат действовать в этом году, а изменятся ли условия? С учетом того, что это федеральные программы, и мы не формируем, скажем так, условия и критерии этих программ, я не думаю, что они изменятся, они будут продолжаться. Я могу уверенно сказать, что участники этих программ расширятся. Например, в 2016 году мы предполагаем появление у нас двух новых категорий, которые будут с учетом льготных кредитов, с учетом льготных цен участвовать в этих программах. А именно, чернобыльцы, если так можно назвать эту категорию, я думаю, что это будет всем понятно, ликвидаторы, бойцы, врачи, все, кто принимали участие в устранении этих трагических событий, они включаются теперь с 2016 года в федеральную целевую программу жилища, которая будет действовать на территории Республики Крым. И, что немаловажно, военные пенсионеры, тоже значительная категория. В Российской Федерации эта категория получила приоритетное направление, и военные пенсионеры тоже будут участвовать в программах, в жилищных программах на территории Республики Крым. Раньше программы такого рода реализовывались в основном в Крымской столице, в Симферополе, наиболее интересный для застройщика город. Сейчас удалось ли расширить географию действия этих программ? Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы эти программы действовали в Симферополе больше, чем они действуют сейчас, тем более, что потребность в этом есть. К сожалению, пока я не удовлетворен тем количеством объектов, земельных участков, которые предоставляют нам муниципальное образование для реализации этих программ. На самом деле у нас в настоящее время в работе, в активной работе, город Евпатория, где строится в первую очередь 128-квартирный дом, 88-квартир, в котором на сегодняшний день уже реализованы, Алушта и Керчь. Вот сегодня те три региона, которые в производстве работ находятся. Сергей Васильевич, радует, что действительно фундамент строительной отрасли у нас заложен, но хотелось бы понять, что... Не хотелось бы строить Крым однотипным, панельным, хочется что-то новое, что-то необычное. Вот есть ли у нас проекты какого-то рода такого необычного, ноу-хау какие-то на полуострове? У нас очень много таких проектов. Я хочу поблагодарить архитектурный блок Министерства, Министерство строительства за активную работу в этом направлении. Я уже говорил о том, что нам бы хотелось особо значимые проекты, особо рассматривать в том числе на республиканском уровне. Один из таких проектов — это Керченский мост. Мы бы хотели, чтобы это была единая композиция, не только как переправа, а вот весь дорожный сервис, вся эта большая дорога имела продолжение, имела единое завершение. Со всем благоустройством вокруг нее. И вот одним из этих элементов, по нашему мнению, конечно, является въездная группа в Крым. В декабре прошлого года мы объявили всероссийский конкурс на создание такой композиционной группы. И вот начали получать первые отклики от специалистов. Один из них сейчас находится в студии. Это один из вариантов стеллы, которая может быть и будет воздвигнута на территории Крыма и будет заметна, значима и видима как символ Крыма, причем значима и заметна в буквальном смысле этого слова. Размеры этого сооружения порядка 75 метров. Вот олицетворяет он объединение российского и Крымского берега. Вот два крыла, которые находятся наверху этой композиции. Это, по нашему мнению, российский и Крымский берег. Орел, двуглавый орел, символ Российской Федерации, который скрепляет эти два берега на века. Внизу, в тени крыльев орла, выходит грифон, символ Крыма. Вот такое сооружение, вот такой символизм мы сегодня хотели бы внесли, в том числе и как архитектурную часть. Сергей Борисович, радует, что есть такие идеи, радует, что они в скором времени, я уверен, воплотятся в жизни. Пусть это будет лишь только первая такая необычная идея, одна из многих, которые в дальнейшем будут воплощаться у нас на полуострове. Благодарю вас за беседу. У нас на этом все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова